Добрый день всем! Мы начинаем не в заявленные 30 минут, а чуточку пораньше, чтобы никто не замерз. Огромное спасибо всем, что вы пришли сегодня сюда, потому что тема актуальная, тема, по которой мы встретились сегодня, касается каждого жителя нашего города, касается также гостей нашего города, которые приедут к нам в 2020 году и столкнутся с тем, что жетоны у нас на метро, также проезд в наземном общественном транспорте, повысятся на 25%. Также для жителей города очень актуальная тема повышения тарифов за капремонт, ну и другие услуги ЖКХ. И огромная проблема у нас, которая ожидает нас в 2020 году, это отмена маршрутных такси. В настоящее время проезд на некоторых маршрутках стоит даже дешевле, чем на наземный транспорт. И маршрутки курсируют по всему городу, особенно в область выезжают, и людям из области не добраться нормально до города, и из города нормально не добраться до области, потому что там нет метро. И, соответственно, отмена маршрутных такси очень сильно скажется на них. И поэтому мы пригласили всех вас сюда, потому что мы считаем, что вот эта вот реформа, она просто людоедская. Она скажется отрицательно на всех, на каждом жителе нашего города, потому что, к примеру, не так давно я написала в управление антимонопольной службы по поводу того, что это незаконно, и будет нарушаться конкуренция. И мне прислали ответ о том, что да, им выслали предупреждение предостережения о том, что нельзя проводить вот эту реформу в таком виде. Поэтому, если мы все выйдем сюда и будем выходить неоднократно на другие аналогичные акции, может быть, правительство нашего города одумается и начнет свои реформы проводить такие, которые приносили бы пользу людям, а не наносили вред. Итак, я открываю наш митинг, и первым на сцену я приглашаю депутата законодательного собрания Максима Резника. Добрый день, друзья. Александр, нет, не одумаются. Ни правительство Беглова, ни Ядросовский парламент не одумаются. И не надо никаких иллюзий. Здесь собрались люди, которые прекрасно понимают и знают ответ на вопрос, кто виноват. И Ядросовское правительство, и Ядросовский парламент обеспечивают принятие всех этих решений. Не хочу тратить даже время на эти решения. Логика и философия их простая. Выборы прошли, время грабить горожан. Так было в 16-м году, так в 19-м году. Все одинаково. Эти люди уверены, что от власти их не отстранят. И поэтому наша с вами общая, раз уж мы здесь все вместе собрались, общая позитивная, именно позитивная программа заключается в том, что мы хотим отстранить этих людей от управления городом. Это и есть позитивная программа. Невозможно никаких изменений без этого. Их не интересуют наши взгляды. Либералты, коммунисты, им все равно, они будут грабить. Потому что им нужны деньги на самолеты для жен и любовниц. Дальше что они? Планеты начнут покупать. О чем мы говорим? Какие тарифы? Какие маршрутки? Нет такой повестки у них в головах. И поэтому у нас в головах должна быть адекватная повестка. Повестка отстранения этих людей от власти. И это можно сделать. И это можно сделать на выборах в законодательное собрание, если действовать по-умному, как мы действовали на муниципальных выборах, а не по-тупому, как мы действовали в 2016 году. Они ведь то же самое хотят сделать. Несколько слов об этом, друзья, потому что здесь люди понимающие, а это важно. Они планируют по спискам поделиться мандатами. Ну, понятно, Единая Россия теряет популярность. Ну, по округам 25 они рассчитывают на простую схему. 5 парламентских оппозиционных партий по 15%, 75, как несложно посчитать, и 25 единоросс, и 25 мандатов. Как они сделали приблизительно в 2016, так они собираются сделать в 2021. Наша задача, друзья, этому противостоять, действовать по-умному. Если пойдем, как обычно, вперед на грабли, каждый начнет выдвигать своих кандидатов, как уже пошел процесс до выборов в округе, который освободился со смертью депутата, будет ровно такой же результат. Если мы хотим все время по этому кругу идти, если мы все время хотим выяснять различия между нами, бесконечно участвовать в этих раскладах, может, мы попытаемся изменить расклад? Может, уже понятно, что в рамках этого расклада 2-3 мандата в ту или другую сторону не делают погоды? Нужно ставить задачи, которые требуют от нас граждане. Они не поддерживают Единую Россию, а оппозиция своими действиями тупыми ведет все время к тому, что большинство получает партии, которые не поддерживают большинство населения, даже при всех фальсификациях. Я настаиваю, как горожанин, на то, что парламентские оппозиционные партии, я имею в виду, конечно, ЛДПР, я имею в виду и коммунистов, я имею в виду и Рост, и Яблоко, и СССР, начали этот процесс. Подключили бы независимых мундепов, которые избраны сейчас. Вот это, мне кажется, ключевая задача. Адекватная тому, о чем рассуждают они, они будут грабить дальше. Этого не изменить. Их нужно отстранить от власти. И в этом должна быть наша общая задача, друзья. Давайте ее решать. Спасибо. Друзья, радно осознавать, что среди городских парламентариев, которые занимают принципиальную позицию и пришли сегодня нас поддержать, наши требования, наш митинг, Максим Резник не одинок. Мне бы хотелось передать микрофон депутату от партии «Справедливая Россия» Надежде Геннадьевне Тихонова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень радостно, что здесь представители Левого фронта, что здесь коммунисты, что здесь социал-демократы. Конечно, это левая повестка. Мы, партия «Справедливая Россия», выступают категорически против реформы общественного транспорта, категорически против повышения тарифов. Почему? 14 миллиардов из бюджета выделено на эту реформу. 44 миллиарда выделено на компенсацию перевозчикам. Это наши деньги, деньги горожан. И они еще поднимают тариф. То есть горожане заплатят дважды за эту якобы реформу, которая нам не нужна. Отменяя маршрутки, зачастую из отдаленных районов города не добраться до центра. И люди в шоке. Мы получаем массу писем, что эту маршрутку сохраните. Мы переживаем, как мы будем добираться до работы, до школы, возить детей и так далее. Нужно развивать по-другому общественный транспорт. Сначала сделать все возможное для социального транспорта. Строить станции метро, а только потом уже убирать маршрутки. Нужно очень взвешенно и грамотно подходить к этому вопросу. Кроме того, партия «Справедливая Россия» и региональное отделение направили обращение в Генеральную прокуратуру с требованием проверить реформу, так как мы убеждены, что это создается новый монополист в виде губ пассажира автотранса. К чему ведет монополия партии власти, мы все видим. Я согласна абсолютно с Максимом Резником. Монополия партии власти ведет свою деятельность не в интересах жителей нашего города. Мы на муниципальном уровне доказали, что мы можем победить Единую Россию. 2021 год. Все в наших руках. Мы действительно должны объединиться и сказать нет монополии партии власти, которая ведет к монополизации других сфер, сфер ЖКХ и в том числе и общественного транспорта. Стоп-тариф! 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 Спасибо, что пришли. Большое спасибо, Надежда. Сейчас я приглашаю сюда на сцену Павла Татрашова, координатора партии «Рост» в Кировском и Красносельском районах и муниципального депутата в муниципальном округе Ульянка. Добрый день, дорогие друзья. Я депутат от спального района. У нас сейчас уже не могут люди доехать до метро, ни на маршрутках с утра, ни зайти в троллейбус. То есть берегов власть не видит уже. Это можно только так назвать. Они отменили маршрутки и как мы будем добираться до работы, в поликлиники, в другие учреждения. Естественно, мы выступаем против этой реформы транспортной. Нас пытаются еще за эту реформу содрать деньги. Что касается капремонта. Капремонт увеличивает стоимость в два раза. У нас десятки аварийных домов в Петербурге. У нас сотни лифтов, которые в срок эксплуатации уже вышел. Их вообще не ремонтируют. И они стоят на 40-й год только в ремонте. Это почему сейчас мы должны платить за мифический какой-то ремонт. Мы не будем это терпеть. И давайте все вместе громко скажем, чтобы нас услышали. Стоп-тариф! 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 Спасибо большое. Так, сейчас я приглашаю на сцену Бориса Лазаревича Вишневского, депутата законодательного собрания от партии «Яблоко». Борис Лазаревич. Да, кстати, сейчас была интересная вещь на рамках. У Бориса Лазаревича не хотели пропускать через рамки его... Как это называется? Термос. Его термос. Короче, следующие у нас будут, когда сборы в пользу полицзаключенных или еще кого-то. Этот термос я предлагаю выставить потом на аукцион. Такой прям супер термос. Потому что сотрудники полиции сказали, что он может быть использован в качестве оружия. Поэтому уникальный термос. И, в принципе, кто хочет им завладеть, уже сегодня можно открывать торги. И у нас тут вот коробочка, кстати, есть для сбора средств, для сбора пожертвований. Я надеюсь, Борис Лазаревич пожертвует своим термосом. Кто больше кинет, пожалуйста, термос, Борис Лазаревич. Так, вот так и начинают уже распродавать личное имущество на общественную пользу. Я, кстати, полицейским говорю, какое это оружие? Вы, говорит, можете им травму нанести, кому-нибудь? Я объясняю, что я травму могу и рукой нанести. Будете руки отрубать перед входом на митинг? Как-то ответы непосредственно. На самом деле, друзья, мой маразм крепчает. К сожалению, мы это видим по всему происходящему. О чем я хочу вам сказать? Все то, что мы наблюдаем сейчас, связанное и с платы за проезд, и с платы за капремонт, и с транспорта реформой, это все описывается одним словом. Воровство. Нас хотят ограбить в надежде на то, что сойдет с рук, что смолчим. Я вот перед митингом сел и накопал парочку простых очень цифр, понятных, наверное, даже депутатам законодательного собрания от Единой России. За четыре года инфляция, которая учитывается в бюджете Петербурга, от которой должны отталкиваться все расчеты, 27%. 27, запомните циферку. Вторая цифра. Рост платы за проезд за эти же годы. 77%. То есть рост тарифов на общественный транспорт втрое выше инфляции. Не надо быть доктором экономических наук, чтобы понимать, что это такое. Это воровство и есть. Это попытка за счет наших карманов получить деньги. Зато полмиллиарда на полицию в бюджете города на следующий год. Вот на тех самых, в том числе, которые там стоят. Ладно, что они с термосом-то не пускают. Это, в конце концов, мелкий анекдот. Но то, что почти каждый день людей задерживают даже за одиночные пикеты на улицах. Вот благодарность им за разгоны митингов, за аресты, за содержание в камерах, в пыточных условиях. Полмиллиарда из бюджета города. Одним махом. Хотя это федеральная структура. Посмотрите, что происходит. Можно было ограничить рост тарифов на проезд. Запросто. Всего-то нужно было сумму около 3 миллиардов рублей. Почти то же самое, что мы с барского плеча кинули на очередные проценты для консессионеров западного скоростного диаметра. Я пытался внести поправку, чтобы им денег этих не давать, ограничить плату за проезд. Поправку отклонили. Зато приняли поправку губернатора, сокращающую субсидии перевозчикам. Вот, поймите, каждый раз, когда городской парламент принимает бюджет, этим он заранее говорит о том, что будет в том числе с тарифами. И когда Единая Россия, не приходя в сознание, голосует за поправку губернатора, по принципу, как приказали, это она голосует за то, чтобы мы все с вами дороже ездили на общественном транспорте. То же самое плата за капремонт. Планировалось его повысить на рубль с квадратного метра. Хотят повысить вдвое. Хотя в бюджете написано повышение на рубль. Почему хотят вдвое повысить, они известно. Правительство хочет, и все, ни у кого не спрашивает. Мы сейчас вот говорили с Надеждой Тихоновой, уважаемой. Я надеюсь, что и Справедливая Россия, и другие оппозиционные фракции ко мне присоединятся, выступят вместе с авторами очень простого законопроекта, чтобы плату за капремонт устанавливал закон. Чтобы делать с законом города, а не правительством, как сейчас. Да, я все понимаю про нынешний ЗАГС. Но он не вечен. Он изменится обязательно. А самое главное, что если депутаты будут понимать, что устанавливают это они, и что потом за это могут на выборах наказать, они иначе совсем отнесутся к таким вещам. Транспортная реформа, дорогие друзья, но это просто ни в какие уже ворота не лезет. Меня знаете, что потрясло? Читаю господина Беглова. Говорит, да, наверное, год-полтора придется потерпеть. Кому придется потерпеть? Ему? Вы когда его видели в общественном транспорте? Одни будут устраивать эту реформу, отменяя маршрутки, а другие будут полтора-два года терпеть. Это, кстати, общая проблема наших реформ уже 30 лет. Что те, кто реформы проводят, почему-то их результаты на себе не испытывают. Результаты на себе испытывают совсем другие люди. И вот, к сожалению, те, кто на выборы губернатора или не пришел, или Беглова поддержал, такие тоже, к сожалению, были. Или не очень активно добивался того, чтобы на выборы допустили реальных оппонентов. Вот они, по сути, голосовали за рост тарифов, за рост платы за капремонт, за транспортную реформу. Давайте не повторять этих ошибок, чтобы нас бы не могли грабить и дальше. У нас выборы через два года. Я думаю, что у нас есть все возможности сделать так, чтобы городской парламент был не только местом для дискуссий, но и местом, где представляют интересы граждан. А не местом, где сидит Единая Россия, опустив глаза в пол, нажимают кнопки, как приказали, по принципу чего изволите. Вот если это будет, то будет другой парламент. Там у нас будут другие тарифы, у нас будет другая плата за капремонт, у нас будет другой город. Я совершенно уверен, что мы можем с вами вместе этого добиться. И последнее. Я еще летом говорил, видимо, это было расценено как неслыханное оскорбление, что городу нужен умный губернатор. Не случилось, к сожалению. Но я надеюсь, что это была не последняя попытка, и это у нас еще обязательно произойдет, потому что наш город заслуживает совсем другую власть и совсем других решений. И тогда не надо будет собирать митинги против повышения тарифов, а не надо будет собирать митинги за честные выборы, и не нужно будет каждый день вытаскивать людей из полиции. Вот когда власть будет для людей и служить людям, тогда будет совсем иначе. Я надеюсь, что вместе мы этого с вами добьемся обязательно. Спасибо всем, кто пришел. Большое спасибо, Борис Лазаревич. Следующий оратор, представитель партии «Справедливая Россия». Кристина Черевных. Подготовимся Сергея Беляева. Уважаемые петербуржцы, дорогие друзья. Вот городское правительство подготовило нам с вами очередной в кавычках подарок. Это повышение цен на транспорт на 10 рублей. Марина Анатольевна Шишкина, руководитель петербургских спроливоросов, направила уже по этому поводу обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы они проверили на крупциогенность транспортную реформу. Ну а пока прокуратура молчит, городское правительство нам с вами говорит, что на обычных жителях, мол, транспортная реформа не скажется, что это для туристов. Но давайте посмотрим, ведь это же очередная неправда. В среднем каждый горожанин совершает где-то 4 поездки в день. 2 в одну сторону, 2 в другую, это как минимум, а то и больше. При стоимости проезда 55 рублей, это 220 рублей в день, то есть 6800 рублей в месяц минимально, а то и 7, 8, а то и 12. По данным Ростата, у нас средняя заработная плата в Петербурге 59 тысяч рублей. Но, скорее всего, эти данные завышены, реальная зарплата 40. Ну и как после таких цифр горожане не могут почувствовать повышение тарифов на транспорт? Более того, перед выборами, перед губернаторскими выборами, нам обещали, что коммунальные услуги не повысятся в цене. Но мы с вами получаем все розовые квиточки, которые подорожали. И при этом из городского бюджета, то есть из нашего с вами кармана, были выделены 3 миллиарда рублей теплоснажающим организациям за то, чтобы им компенсировать недополученную прибыль. Вы знаете, мне кажется, что мы все живем в разных реалиях с чиновниками. Им, может быть, конечно, и все равно повысится цена на транспорт или нет. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев вообще считает, что у населения на 7% выросли доходы, что инфляция у нас на минимально низком уровне, что, в принципе, безработица у нас очень маленькая. Но мы-то с вами видим каждый день, что цены на продукты космические подорожали в магазинах. Мы видим, что коммуналка растет. И, в принципе, многие горожане вынуждены ехать на какие-то подработки в ту же самую Москву. Но при этом жить стало лучше, жить стало веселее, как говорится. Задавать какие-то вопросы чиновникам, почему они не посоветовались с горожанами, почему они не проводили публичные слушания, где обоснованность повышения цен. Есть ли у них, в принципе, совесть и в своем ли они уме, это, наверное, все-таки бессмысленно. Но мы-то знаем с вами ответы на эти вопросы, правильно? И поэтому мы не просто просим, а мы с вами требуем отменить повышение тарифов на проезд на общественном транспорте. Потому что Петербург – это с нами наш город, правильно? Это наш город! Петербург – это наш город! Петербург – это наш город! Петербург – это наш город! Спасибо большое! Спасибо большое, Кристина! Ну, все мы знаем, да, старую пословицу – новая метла по-новому метет, а у нас тут бегло, у нас тут немножечко перефразировать можно – новая лопата по-старому гребет. То есть гребет он и загребает, еще как, и залезает в наши с вами карманы. Ну, а продолжит, я думаю, разовьет мою мысль Сергей Беляев, редактор информационного проекта «Я гражданин» и сторонник идеи бессрочного протеста. Спасибо! Здравствуйте, сограждане! Вот буквально недавно был в кинотеатре, увидел там афишу новой кинокартины «Решало нулевые». Вот вы знаете, когда идет весь цивилизованный мир в новый, 21-й постиндустриальный информационный век, у нас в России какие-то «Решалы», какие-то «Нулевые», «Рэкет», «Девяностые». Когда уже начнем жить сегодня в этом 21-м веке? И, казалось бы, почему мы туда не идем? Нас с вами туда не пускает государство, потому что государству выгодно, чтобы мы жили в прошлом веке, в каменном веке. Мы пытаемся прорвать информационную блокаду, как-то выйти в информационное поле, а нам говорят, нет-нет, не надо, давайте все назад, у нас там «Решалы», у нас там «Интереснее», там «Рэкет», «Бандиты», у нас «Особый путь». Но нет на самом деле никакого в этом особого пути, потому что деградация, настоящая деградация, это не особый путь. И вот касательно информации, сколько нас сегодня здесь, да? Если нас проецировать на 5-миллионный город, 6-миллионный город Санкт-Петербург, нас здесь, ну давайте будем честны, капля в море, потому что нам блокируют доступ к информационным каналам, к телевидению, к газетам, да, каким-то популярным. Там банят, скручивают просмотры в социальных сетях и так далее и тому подобное. Опять же, не все граждане, это реально так, не все знают о том, что будет повышена стоимость на проезд в общественном транспорте, в метро, в наземном транспорте, будут повышены тарифы ЖКХ, вот эти взносы, закат, ремонт. Об этом знают далеко не все, но вот мы с вами знаем об этом, да, казалось бы, но знаем ли мы, почему повышаются эти цены? Вот нам говорят, да, метро нерентабельно, надо повысить цены. Где доказательства, где эти документы, где нам объяснять, что вот метро у нас действительно работает в минус, чтобы мы на это посмотрели и такие, да, действительно. Нам этого посмотреть не дают, потому что нас просто обманывают, нам врут, нагло врут с экранов телевизоров, в этих газетах прокремлевских и так далее и тому подобное. Еще раз хочу сказать, деградация это не особый путь. Стоп, тариф! Стоп, тариф! Стоп, тариф! Стоп! И, дорогие друзья, я хотел бы продолжить, ведь многие граждане, они, кто-то не знает о том, что повышают стоимость, а кто-то знает о том, что повышают стоимость, кто думает, да, 10 рублей, да, это мелочи, это так, там, 10 рублей за капремонт, 10, там, за дорогу, там, да, заплатить, это все мелочи. Не хочу выходить на митинг, не хочу протестовать и так далее и тому подобное. Так вот, дорогие друзья, и те, кто будет смотреть это в видеозаписи, в прямом эфире, в информационном поле, да, даже не те, кто тут присутствует, у нас в городе Петербурге завелась крыса, маленькая, усатая такая, знаете, хитрая, скользкая крыса. И вот, когда будете заходить к себе домой, справа от двери, посмотрите обязательно, там маленькая норка прорублена, сквозная, и вот эта крыса, усатая, она каждый день заходит к вам домой и крадет у вас по 10 рублей. Сегодня по 10, эта крыса думает, ну ладно, ладно, 10 рублей, они не заметили, своруют 20, завтра придет там 30 своруют, послезавтра 40, 50. И вот, когда мы будем платить, платить, платить везде и поймем, что, чтобы заплатить за квартиру, нам нужно снять с себя последнее нижнее белье, вот тогда мы, ой, ничего себе, у нас тут крыса, оказывается, приходила, воровала, да. Так вот, давайте мы с вами проскандируем лозунг настолько громко, чтобы эта маленькая, усатая крыса забоялась, сбрила свои усики, чтобы ее никто не узнал. Вы, кстати, эту крысу можете на экранах телевизора очень часто видеть. И пошла вон из этого города, из нашего города Петербурга. Беглов пошел вон! Беглов пошел вон! Беглов пошел вон! Беглов пошел вон! Протест безрочен, дорогие друзья, спасибо! Большое спасибо за это зажигательное выступление. Ну а я передаю слово моему товарищу, представителю Объединенной Коммунистической Партии Ирине Комоловой, депутату Законодательного Собрания Петербурга, пятого созыва. Здравствуйте, друзья! Каждый год практически нам повышают власти цену за проезд. Каждый раз мы боремся за пять рублей, еще за три рубля. Но на самом деле ведь мы же понимаем, что общественный транспорт есть услуга. Это почти государственная уже услуга. И, соответственно, тот, кто ее предоставляет, тот и имеет право устанавливать цены. Поэтому давайте будем реалистами. И давайте потребуем невозможного. В нашем многомиллионном городе, в нашем мегаполисе, когда люди для того, чтобы только доехать до работы, с одного конца вынуждены города ехать на другой, когда они вынуждены тратить на дорогу до работы почти 10% от своего собственного заработка, общественный транспорт и ее бесплатный проезд на общественном транспорте, это такая же общественная необходимость, такое же наше неотъемлемое право, как право на бесплатное образование и бесплатную медицину. И давайте потребуем бесплатного проезда. Потому что хватит уже бороться за пять рублей. Мы имеем право в нашем городе ездить бесплатно. Мне скажут, это чушь, мне скажут, это невозможно. Но почему несколько десятков городов во всем мире уже перешли на бесплатный проезд? И при этом это города, которые рядом не стоят с Санкт-Петербургом, ни по уровню доходов от туризма, ни по качеству и количеству налоговых резидентов, которые у нас платят налоги. Это можно. Мне говорят, ну что вы, наш бюджет не потянет такие затраты. Ну, во-первых, тут и действующие депутаты уже говорили по поводу того, что потянет, что не потянет наш бюджет. Объяснить все очень просто. Давайте перестанем поддерживать, уважаемая власть, давайте перестанем поддерживать ваших дружественных инвесторов, низкой социальной ответственности, как сейчас любят говорить. Давайте перестанем заниматься в градостроительстве, вегантомании, переносом каких-то улиц. Давайте перестанем кормить ЗСД. Давайте перестанем, и не будем больше вписываться в другие подобные проекты. В конце концов, давайте перестанем поддерживать всякие чужие хотелки сумасшедшие, типа перевода университетов в поля под Санкт-Петербургом, и деньги появятся. Если встает вопрос, что их все равно мало, ну что, у коммунистов есть ответ и на этот вопрос. А давайте мы все-таки введем ответственность работодателей за то, что они платят зарплату в конвертах. А давайте введем ответственность работодателей за то, что вместо трудовых договоров они заключают гражданско-правовые. И тогда наш бюджет просто лопнет от налогов. Почему власть этого не хочет? Но в конце концов, это все возможно, и это все лишь политическая воля. И мы требуем от нашей власти, чтобы она эту волю проявила. Мы в нашем городе имеем полное свободное право. И нам это необходимо. Это есть, повторяю, общественная необходимость. Транспорт, общественный транспорт должен быть бесплатным. И мы это требуем, мы призываем вас присоединиться к нашему требованию. Общественный транспорт должен быть бесплатным. Общественный транспорт должен быть бесплатным. Это наш город, и нам решать, кто здесь ездит бесплатно, а кто за деньги. Почему только чиновники могут себе это позволить? Нет, это должен позволить себе каждый, работающий в нашем городе. Каждый, кто учится в нашем городе. И все, кто живут в нашем городе, должны ездить здесь бесплатно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина. Следующий выступающий, представитель боевой организации, хорошо известной в нашей городе, объединения перевозчиков России, Сергей Владимиров. Всем добрый день. Я вам расскажу немножечко про дороги. Что у нас произошло в нашей истории? Первый раз сделали платный участок дороги на трассе М4 Дон. Что произошло с народом? Народ стал ездить и платить. Народ не стал возмущаться. Почему платный участок появился просто на федеральной трассе? Народ стал ездить и платить. Народ не спрашивал, кому они платят. Кому даже принадлежит этот участок, народ не спросил. Что у нас дальше произошло? У нас дальше произошло в Санкт-Петербурге. Построили скоростной диаметр. Это был следующий платный участок. Народ стал ездить и платить. Народ не стал спрашивать, за чей счет построен этот скоростной диаметр. А это за наш счет. За бюджетные средства построены. Кому платят опять же эти средства? Народ опять не стал задаваться этим вопросом. Поэтому после этого сейчас на данный момент федеральная трасса Ростов М4 Дон насчитывает более 17 платных участков. Скоро введутся еще 5 платных участков. После этого ввели систему Платон на федеральные трассы. Сейчас система Платон вводится на региональные трассы. Мы сейчас с вами все сейчас говорим, что у нас стали очень высокие цены в магазинах. Но в 2015 году, когда стали перевозчики, об этом никто не задумывался. Многие кричали, что цена не вырастет. С 2015 года цена выросла более чем в два с лишним раза. Это та самая система Платон работает в действии. Сейчас система Платон будет тоже повышать так же в цене. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что мы с вами делаем и каким образом мы с вами противостоим всем этим моментам. Буквально пару дней назад выходили таксисты тоже на митинг. К таксистам никто не пришел. Да, ребята простые. Да, ребята не сильно образованные. Но с ребятами нужно работать. Нужно работать, доносить им. Мы только объединив людей, донесем когда свою позицию. Мы сможем тогда собирать тысячные митинги. А по-другому, мы с вами доросли до какого-то определенного уровня, начинаем выходить. А дальше мы не несем свою историю. Мы не рассказываем людям, мы не рассказываем своим соседям, своим друзьям. Мы не привлекаем людей, поэтому у нас такое небольшое количество. А мелочей в нашей стране не бывает. Та же самое. Почему поднимаются цены на транспорт? У нас высокая электроэнергия. Мы, Китая, продаем электроэнергию в 10 раз дешевле, чем в России. У нас высокое топливо. А у нас в топливе 70% акциза. Многие из вас даже этого не знают. Акциз – это тот самый тариф, который вкладывался, якобы вводился Медведевым, что будет убираться транспортный налог, чтобы за это платить дороги. После этого подняли акциз еще много-много раз. После этого опять поставили платон, якобы на строительство дорог. И все это хавается в частные карманы наших приближенных к правительству. Такая вот история. Так что, ребята, распространяйте информацию, подключайтесь. Я призываю объединение, призываю к солидарности. Я призываю объединение, призываю забыть все печати и штампы. Мы все люди. Враг у нас один. Враг у нас сейчас на данный момент. Единая Россия и правительство. И только объединившись, мы сможем програвить и Путин тоже, если тебе так нравится. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы мы победили в своей собственной голове всю эту историю. И только здесь, когда мы победим свой страх, тогда мы победим всех остальных врагов. Спасибо. Спасибо большое. А сейчас сюда я приглашаю Антона Грачева, правозащитника и сторонника движения «Агит Россия». Антон Грачев, пожалуйста, скорее сюда. Мы вас ждем. Приготовится Максиму Леонову, пожалуйста. Спасибо большое, что пришли сегодня. 8 декабря. Практически юбилейная дата для многострадальных кандидатов Петербурга и многострадальных избирателей. Одним из кандидатов был также я. И многие еще вот и до сих пор в судах основную часть времени проводят. Те, кого, скажем так, уже после победы умудрились решить мандатов. Я участвую во всей этой кухне в том числе. Ну, что могу сказать. До 8 сентября я думал, что меня сложно чем-то удивить, что я разбираюсь в технологии, как все работает, как быть наблюдателем, как научить наблюдателей. Да, я еще по импровозащитой очень этим увлекаюсь. И всех призываю вступать в какую-нибудь организацию, типа наблюдателей Петербурга или аналогичную, которая подготовит вас для работы на выборах. Так вот, после 8 сентября, когда начались эти суды, я понял, что нифига я на самом деле не знал. И чтобы простому смертному подготовиться к выборам в 21 году, начинать можно смело сейчас. И, в общем-то, не пожалейте. В ютубе много материалов. Посмотрите, как все плохо делалось, как это работало. Какое отношение к тарифам? Очень просто. Тут много мы обсуждали о том, на сколько сантиметров нас поимели. Но суть от этого не меняется. Нас в очередной раз поимели. К сожалению, это тоже уже становится традиционной ценностью. Нас имели вчера, имеют сегодня, будут иметь завтра. Но надеюсь, что все-таки у нас какой-то иммунитет сохранился. И мы его доблестно пронесем. Светлое будущее для наших детей. И все-таки будем добиваться, чтобы как-то этому противостоять. Способ. Но у каждого свой. Вот и я выбрал то, чем занимаюсь. Обязательно нужно ходить на митинги самим. Обязательно нужно превратить, может быть, это место, но, конечно, хотелось бы более в центральном районе. Просто в достопримечательность Петербурга, чтобы автобусы с иностранными туристами приезжали на площадь Ленин, как на одну из достопримечательностей. И показывали, вот смотрите, у нас здесь каждое воскресенье, каждую субботу, а еще лучше и каждую пятницу вечером, у нас здесь митинг, народ постоянно грузит, и, значит, свое гражданское достоинство взращивает. Вот. Все больше, наверное... Ну, соглашусь со всем, что сказали до меня. И стоп-тарифы. Это наш город. 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 Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за выступление. Максим Леонов здесь ли у нас? Здесь ему микрофон. Гражданский активист. И минуточку потом. Борис Лазаревич просил, у него есть объявление, потом он заглянет буквально на секунду сюда. Всем привет. Спасибо большое, что пришли, несмотря на холод и мороз. Я, как молодое покорение, хочу сказать, что студенты сталкиваются с такой ситуацией, что на дорогу уходит от двух до пяти тысяч. И приезжие люди, которые приезжают сюда учиться, или нынешние петербуржцы, которые живут здесь и учатся, живут здесь и учатся, тратят огромные деньги на проезд, на съемку квартиры, кто живет самостоятельно. И при средней зарплате студентов, без опыта их работы, без профессии, зарплаты сейчас составляют 25 тысяч рублей. Это такой средний заработок. И вот эти пять тысяч, они очень сильно бьют по карману любого человека. И с 1 января эти, получается, эти цифры, ну, еще увеличится этот проезд на 25%. И, ну, это, это очень, а? Это, да, это возмутительно. Вот. И я хочу сказать, что очень, люди, мне большое не нравится, что люди молчат. Люди, люди сидят дома, съедают все, что делает вот это Бегловский, вот губернатор Беглов сейчас. Все, что он делает, люди сидят дома, они съедают это. Нас просто обкрадывают, а мы сидим, и вот вышло всего 200 человек. А почему? Студенты, я не понимаю, почему не выходят студенты. Они, в большей степени, они ездят на, там, ну, гуляют, отдыхают, ездят на учебу, домой, работа. И вот почему их здесь нет, я этого не понимаю. Мы писали во всякие группы, студенческие советы и так далее. И почему их здесь нет, ну, это, я не знаю. Пока, наверное, у нас просто все не отберут, наверное, никто и не выйдет. Я призываю всех просто объединяться, рассказывать об этих проблемах, говорить о том, что многие просто, может быть, не понимают, выходить, объединяться, и только так можно вот как-то противостоять вот этой бегловской беспредельщине. Вот. Все, спасибо большое. Друзья, для небольшого объявления приглашаем Бориса Ларча Весневского. Да, значит, дорогие друзья, так, забыл сказать в конце выступления, во вторник, 10 декабря, в 18.30, в офисе Питерского Яблока, Шпалерная, дом 13, мы проводим круглый стол по транспортной реформе. Мы пригласили представителей комитета по транспорту, разработчиков этой реформы, которые расскажут, что они хотят делать, ответить на вопросы. Будут садоклады, будут выступления. Мы ждем экспертов, ждем журналистов, ждем общественников. Нам не удается организовать парламентские слушания в законодательном собрании на эту тему, хотя я несколько раз выступал с этой инициативой. Значит, мы сделаем это сами, устроим обсуждение этой реформы. Вход свободный. Приходите к нам. Вторник, в 18.30, Шпалерная, 13. Спасибо. Друзья, но мы продолжаем. И сейчас мы приглашаем на сцену Вадима Яцука, председателя Объединения Перевозчиков России по Ленинградской области. Встречайте. Доброе утро всем, кто пришел сюда. Доброе утро, потому что мы просыпаемся. Здравствуйте, граждане, которые пришли, стоят далеко. Спасибо, что вы сюда пришли. Это единственный наш шанс добиваться. Мы выходим не просить, не плакать о повышении тарифов. Мы должны требовать нашей власти, требовать жестко выходить и пройти и говорить. Это наш город. Это мы должны установить здесь тарифы. Мы должны здесь ездить бесплатно. Это мы с вами должны добиваться. В этом году на муниципальных выборах мы добились маленького чуда в маленьком округе Лесинос. Мы победители Единая Россия. Нас обокрали, и мы снова добиваемся. Следующие выборы и каждое движение наших властей мы должны приходить и требовать, требовать и требовать. Каждый день требовать и разъяснять нашим соседям, чего мы хотим. И объяснять, и привозить их сюда, за компанию. Потому что нас смотрит вот эта полиция и докладывает о том, сколько людей вышло, недовольных. И если нас выходит мало, то нам придется выходить больше раз. Берите с собой все, кого можно. Потому что только вместе мы сила. Только вместе и едиными. Не разбираясь над цветов флагов и жилетов. Мы должны выходить и требовать свое право жить. Требовать свою конституцию. Требовать правильной, честной смены властей. Потому как впереди следующие будут думские выборы. И следующий парламент будет говорить снова, как мы будем жить. То, что мы упустили вчера, ладно. Давайте биться за наше завтра. Это наш город. Это наш город. Это наш город. Спасибо. Это наш город, дорогие друзья. Сейчас выходит на сцену экономист, представитель Левого фронта Дмитрий Мамулов. Пожалуйста, встречаем. Здравствуйте. Совершенно вопиющий, конечно, сейчас случай с тарифами. Но дело в том, что это только часть серьезного процесса. И я хотел бы обратить внимание на два момента, которые с этим связаны. Во-первых, это то, что начиная с 2014 года, случай совершенно особый. Я позже об этом расскажу. И второй момент. Это вот властная вертикаль. Нам все время говорят, что речь идет о каких-то разных карманах. А вообще-то, если выстроена властная вертикаль, то карман один. Давайте начну вот с этого как раз. То есть, что у нас происходит на федеральном уровне. Сейчас мы здесь говорим о тарифах, обо всем прочем. Нам говорят, что есть сложности с бюджетом. Но вот я заглянул на сайт Министерства финансов Российской Федерации. На этом сайте в свободном доступе. Правда, он очень запутан, этот сайт. Там достаточно сложно найти, но все есть. В частности, есть прогнозное исполнение федерального бюджета на 1 ноября. Так вот, там доходы превышают расходы более чем на 3 триллиона рублей. Медведев, господин премьер, называет это все новой нормальностью. В 2015 году он выпустил статью на эту тему. А в чем состоит новая нормальность? В том, что в бюджете денег очень много. Триллионы рублей. Что касается околобюджетных организаций, денег очень много. То есть, они строят башни из слоновой кости, чтобы отгородиться от всех этих проблем. То есть, все это можно сделать. И вот идея бесплатного проезда, которая здесь была выдвинута, это вполне реалистично. Если вот взять, посмотреть вот эти карманы, куда они откладывают деньги для себя, и карманы, из которых финансируется все остальное. Это все можно объединить. Кстати, это относится и к пенсионной реформе тоже. То есть, почему? Они считают, что пенсии должны платиться из пенсионного фонда, куда мы же их отчисляем, работающие. А почему деньги от недр, налог на добычу полезных ископаемых, не мог бы, скажем, пойти на финансирование пенсий? Вот, это все вполне. Теперь, что касается особого случая. Что произошло в 2014 году? То есть, статистика же у нас считает год к году. А вообще-то, все это дело надо считать к 2013 году. Пресловутый 13-й год. В 1913 году это был некий год отсечки, после которого началась империалистическая война. В 2013 год тоже некий год отсечки, и после него тоже началась война. В принципе, эту войну можно обозначить как война с социальными завоеваниями, которые у нас сложились на этот момент. То есть, это был пик, и с этого момента постоянно, год за годом, все эти социальные завоевания отнимаются. Это настоящая война, ничуть не менее серьезная, чем реальные войны. Вот. И что же произошло? Вот. Вспомним это дело. То есть, упали цены на нефть. Вслед за тем, как упали цены на нефть, изменился курс доллара. Его можно было не менять так существенно, но это было сделано сознательно для того, чтобы бюджетные обязательства остались прежними. То есть, если у нас рубль становится гораздо дешевле к доллару, то мы можем те же самые платить зарплаты и так далее. И у нас уменьшенное поступление денег от экспортеров, оно никак не сказывается на бюджете. Бюджет балансируется, все довольны. Владимир Путин поздравляет Дмитрия Медведева с тем, что они решили все проблемы, вставшие перед страной. Но дело в том, что низкий курс рубля – это же рост цен на весь импорт. А импорт – это все. Уже много раз говорили о том, что вплоть до семенного фонда в сельском хозяйстве все полностью импортное. И мы, значит, получается, что мы в разы по некоторым позициям получили рост цен. То есть, это совершенно неописуемая ситуация. Статистика маскируется. Единственное, как это можно посмотреть, это можно заглянуть на сайт Росстата, и там публикуются цены на стандартные товары. Килограмм сахара и так далее. То есть, мы смотрим, допустим, ситуацию 2013 года и смотрим, как она менялась. И мы увидим, что это колоссально. А потом смотрим, как менялись зарплаты. То есть, на пресс-конференции Медведев говорит о том, что рост реальных зарплат на 7%, ну, может быть, к какому-то предыдущему месяцу там и увеличились на 7%. Но нам Блумберг, нам ведь не говорят наши власти, Блумберг нам говорит, что 6 лет подряд у нас снижается. Действительно, если посмотреть, снижается. Просто там все спрятано, но если постараться, все это видно. Вот. И поэтому я хочу сказать, что, акцентировать еще раз внимание на том, что настоящая война, это война с нашими с вами социальными завоеваниями. Она идет очень серьезно. И к чему это приведет, я не знаю. Но она пока не видна, чтобы она закончилась. Спасибо большое. Друзья, я вижу, что многие начинают подмерзать. Поэтому вы вставаете поплотнее друг к другу, подтираете ручки, потопываете ножками. А мы постараемся дальше в темпе немножечко. Приглашаем сейчас на сцену Красимир Авранский, координатора движения «Красивый Петербург». Друзья, всем здравствуйте. Я благодарен вам, что вы сегодня пришли. Благодарен всем тем организациям и партиям, которые объединились для того, чтобы защищать интересы горожан, потому что повышение этих тарифов касается абсолютно каждого. Оргкомитет, который сегодня организовал митинг, это тот же Оргкомитет, который выступал летом за честные выборы, против фальсификации, за допусков всех кандидатов. Потому что мы все прекрасно понимали еще тогда, что человек, который придет нечестным путем, он будет, ну скажем так, работать не в интересах города и петербуржцев. И мы это видим. Под Беглово все было сделано, чтобы написать ему подписи, всех неугодных кандидатов не допустить. Потом 8 сентября все сфальсифицировать. Они даже, просто вот сейчас рост тарифов, да, они даже тогда пиарились на том, что якобы снизили рост повышения тарифов на водоснабжение. Я помню это, они даже ролики снимали, посты писали. И вы не поверите, буквально вот вчера-позавчера я опять увидел некий рекламный пост, что правительство Петербурга добилось снижения роста тарифов на водоснабжение. У меня такое чувство, что она, вот эта величина, вот этот тариф на водоснабжение, который они все уменьшают, его повышение, да, он прямо профессионально росту шизофрении в нашем правительстве. Потому что они, наоборот, все повышают, а говорят всем, мы понижаем. Ну, странные люди. И опять же, рост тарифов на капитальный ремонт. Друзья, сейчас мы платим 4-5 рубля за квадратный метр. Будем платить 8-9. Посчитайте каждый из вас, сколько у вас квадратных метров, и умножьте эту цифру на 5 рублей. И вы столько каждый месяц будете дополнительно платить. Это несколько сотен рублей. Насчет транспорта. Нету никаких адекватных причин повышать его. Друзья, транспортная реформа, опять же, они провели общественные слушания чисто формально. Они убирают сотни удобных маршрутов для горожан, и вместо этого нам предлагают что-то непонятное. Когда мы свои предложения вносим, они их даже не хотят принимать. Опять же, что за ерунда. Насчет, опять же, транспортная реформа сказал. Транспорт на метро. За последние 20 лет тариф, ну, скажем так, цена на метро повысилась в 11 раз. Наверное, ваши зарплаты тоже повысились в 11 раз. Но это совсем не так. На транспорт, вот я живу на Ленинском, у меня до сих пор ездят троллейбусы и автобусы, я не знаю, 70-х годов, наверное. Я не знаю, за что я должен платить выше и больше. К сожалению, это все принимается теми людьми, которые пришли нечестно на выборы, и сейчас будут грабить народ. Поэтому, друзья, насчет предложения бесплатного транспорта, это реально. Таллинн, маленькая Эстония, город Таллинн, у них бесплатный проезд для жителей города. А почему Петербург, чем он хуже, чем мы хуже, что нас надо вот таким образом тратить? Наверное, терпилы, не знаю. У нас есть уникальные люди. Друзья, поэтому наше требование в конце, оно будет озвучено, но мы не признаем выборы, не признаем губернатора, который выбрался нечестным образом. Поэтому это не наш губернатор. Беглов не наш губернатор. Беглов не наш губернатор. Беглов не наш губернатор. Спасибо, друзья, что пришли. Друзья, еще такой момент. Мы узнали из соцсетей, что кого-то на нашем митинге задержали. Мы, к сожалению, пока не знаем. А, знаешь, у меня просьба к полиции освободить людей, потому что они пришли на наш митинг, мы здесь организаторы, полицию вообще даже никто не звал. Поэтому, друзья, отпустите, пожалуйста, задержанных, пускай присоединятся к нам к митингу. Свободу заключенным. Свободу заключенным. Свободу заключенным. Дорогие друзья, задержали трех человек. Один из задержанных это Максим Евстробов. Он был с плакатом чиновником бесплатной катафалки и губернатора под землю. Он говорит, что это посчитали за оскорбление власти. Поэтому давайте просконтируем с вами. Отпускай! 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 Дорогие друзья, будем держать в курсе дела, постараемся связаться с задержанными, будем очень надеяться, что их отпустят. А сейчас на сцену приглашается активист российского социалистического движения Дмитрий Герцман. Пожалуйста, поприветствуем аплодисментами. Здравствуйте, товарищи! Власти последовательно проводят неолиберальные реформы. Реформы жесткой экономии. Они заключаются в том, что власти поддерживают профицит бюджета, который совершенно бесполезен и заключается в дефиците частного сектора. Власти уже провели пенсионную реформу, совершенно неадекватную, поддерживающую и продолжающую российское ноу-хау. Единственная в мире страна Россия, Российская Федерация, имеет регрессивную шкалу страховых взносов и пенсионного налогообложения. Россия уже провела реформу НДС. И вот теперь Россия проводит новую реформу, она повышает тарифы. Она повышает тарифы до 18% и больше. В тот момент, как за три года с последнего повышения тарифов Россия имела только 9% инфляции рубля. Это превышает инфляцию в два раза и более. Нам говорят о том, что это может быть выгоднее, о том, что Санкт-Петербург может сократить дефицит бюджета города. Более чем на миллиард упадет его скорость падения бюджета города. Но, однако, 11 миллиардов рублей губернатор Беглов проиграл на том, что он сделает с маршрутками в ближайший год. Кроме того, все мы знаем, что власти очень любят злоупотреблять таким термином, как средняя заработная плата. В этом году Росстат нарисовал среднюю заработную плату в 66 тысяч рублей. В свою очередь, модальная заработная плата для страны составляет в этом году всего лишь 23 тысячи рублей, тогда как средняя составляет порядка 50. 3 года назад в Санкт-Петербурге модальная заработная плата составляла 17 тысяч рублей. И 3 года назад общий единый тариф проезда в Санкт-Петербурге, 70 поездок в метро и бесконечно на общественном транспорте, составлял уже порядка 4 тысяч рублей. То есть составлял примерно 1 пятую от заработной платы модального, наиболее часто встречающегося жителя города-героя Санкт-Петербурга. Все мы понимаем, что это неправильно, что это неадекватно. Санкт-Петербург имеет огромнейший бюджет. Этот бюджет на одного петербуржца и жителя острова Котлина составляет в 5 раз большую сумму, чем бюджет для жителя Саратовской области. Если каждому жителю Санкт-Петербурга купить единый билет на целый год, то это даст ему все еще бюджет городу, превышающий бюджет на жителя Саратовской области в 4 раза. Мы не можем прожить ни на 5, ни на 4. Конечно, мы можем. Петербург наш город. Транспорт должен быть бесплатным. Не будет как в Талине, будет как в Сантьяго. Ура, товарищи! Питер наш город! Питер наш город! Питер наш город! Питер наш город! Спасибо! Спасибо большое! Мы не молчим, активно выступаем против, участвуем в митингах, в других публичных акциях. И тогда мы подрываем легитимность Беглова. Питер наш город. Это, собственно, те люди, которые выходили раньше с нами на те же митинги, на те же акции протеста. Их сейчас с нами нет, нам нужно их поддерживать. В Москве, Петербурге и в некоторых других городах стартовала общероссийская акция поддержки полиц заключенных. В России должно быть ноль полиц заключенных. Приходите, пожалуйста, на метропикеты. Каждая пятница, если вы даже боитесь постоять с плакатом, приходите просто, постойте рядом. Посмотрите, как это происходит. На самом деле, ничего страшного. И приход каждого человека очень важен. Спасибо. Спасибо, Евгений. А сейчас на сцену приглашается представитель Альянса независимых женщин, член Открытой России и координатор проекта Объединенной Демократы по Выборгскому району Александра Бруссер. Пожалуйста, аплодисменты. Ну, я надеюсь, вы по мне не очень скучали, но в любом случае я опять здесь. Итак, очень бы хотелось отметить вот, что, во-первых, у нас, ну я как член Открытой России, вы, наверное, читали, видели, слышали о том, что 14-го числа Открытая Россия объявила бойкот метро, поэтому бойкотируем, на метро не ездим. Попытаемся сделать хотя бы так, нанести небольшой, но лучше большой ущерб за то, чтобы знали, что нельзя ни в коем случае идти против народа и повышать тарифы на все, на что им взбредет в голову. Также, также еще что хотелось бы сказать. Ну, Петербург пусть меня простит, и болельщики Зенита пускай меня простят, но когда-то я жила в Москве и болею за Спартак. И вы знаете о том, что, ну не надо кричать уже, я предупредила, извинилась, как бывший житель Москвы. Поэтому я в любом случае здесь, да, в Петербурге живу и соблюдаю все традиции и все-все-все, но, что хотелось сказать, вы знаете, да, что не так давно у нас болельщиков Спартака задержали, сегодня должны были отпустить. Вот, ну то есть идет что, то есть как маленький шарик, комочек катится, 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 превращается в большой снежный ком, который давит все на своем пути. Так и сейчас. Идут репрессии по, ну по любому поводу просто. Люди боятся выходить сюда. Сюда пришли, ну пришло не очень много людей, именно потому что многие боятся. Мне не так давно сказал один из оппозиционеров, известных вам всем, но он, ну не буду называть его имя, ему создали проблемы с работой. У него нет работы, его постоянно, его даже с должности грузчика попросили, потому что он политически активный человек. И вот это вот все катится с нежным таким огромным безумным комом. Идут репрессии, вот, ну, ну, всякие разные. То есть здесь задержали. За что? За то, что он сказал там какую-то кричалку? Ну нельзя так. Нельзя так. И сегодня отпустить должны были, но, надеюсь, выпустили ребят. Наш, как бы, самый гуманный суд в мире, да, сначала им дал 15 суток, потом с барского плеча подарил. Несколько суток, как бы, скинули, а не 7 суток отсидели, по-моему. Вот, но в любом случае так нельзя. И люди боятся выходить вот на такие мероприятия, и некоторые считают, что, ну, чего, это ничего не изменит. Как не изменит? Мы пришли, завтра больше придет, еще больше придет. От нас ведь с вами, от каждого из нас зависит, что мы будем делать дальше, как мы будем жить дальше. Будем мы копейки сидеть, считать, да, или же мы будем нормально жить и с нормальной зарплатой. Тут говорили о том, что надо требовать, чтобы заключали договора трудовые, надо требовать, чтобы официальную, а не серую зарплату получали. Но люди, которые являются малыми предпринимателями, они тоже считают каждую копеечку, потому что огромные суммы им приходится тратить на налоги. Если они возьмут официальный человека, они, на самом деле, они тоже теряют. Они готовы платить, они готовы что-то делать. Но у нас так все создано нашими единороссами, да, что все через одно место получается. Также наш Рио, для меня это не губернатор, для меня он до сих пор временно исполняющий обязанности. Потому что так люди, которые по-хорошему относятся, по-доброму к своему городу, ну, они так себя не ведут. Они не повышают тарифы, они, наоборот, стараются для людей, а не против людей. Так он в прошлом году не смог разобраться со снегом, а в этом году, блин, он устраивает нам реформу транспортную. Да ё-моё, ты даже метро нормально открыть не можешь. У нас что с метро? Сначала мы это метро открыть должны были, потом перенесли это открытие на чуть-чуть. Потом, временно, как он там придумал это, запустили, ну, якобы, посмотреть, что получится, да, ну и чего. Поездили, они чуть-чуть посмотрели, что получилось в итоге. Открыли их, и, блин, дождь по стенам течет, течет, течет. Беговая эта метро, бедная, Новокрестовская, всё ободранное, облезлое. А ведь они были построены к чемпионату мира. Отстояли кое-как эти станции, да, иностранцев пропустили, всё, иностранцы уехали, и всё. И ничего нет. Так вот, нам обязательно нужно показывать, что, ну, власть должна на нас работать, а не мы на них. Потому что, ну, а по-другому никак. Нас сейчас мало, я надеюсь, может быть холодно просто, может быть зима, но с каждым днём нас должно выходить больше и требовать больше. Потому что мы должны отстаивать свои права обязательно. И вот эти вот временщики, которые приходят, они должны лететь пинком под зад отсюда. Потому что, ну, так нельзя. Мы должны в своём городе становиться хозяевами. Да, я приезжий человек, то есть я не коренной петербуржец. Но в любом случае, вот смотрите, эти же спартаковцы, они договорились о том, что в отместку, они на сороковой минуте матча, все болельщики, ведь не только спартаковские, что встанут в фан-зонах и уйдут. И они встали и ушли. И «Зенит» поддержал, и другие поддержали. И всё это дружно, и мирно, и все это сделали. И вот если мы, жители сейчас Петербурга, так же, допустим, устроим бойкот в метро, или, ну, я не знаю, ещё что-то сделаем, устроим, но массово, тогда нас заметят, и тогда к нам прислушиваются. Потому что по-другому никак нельзя. Все обязательно приходите на митинги, приходите, приводите друзей, я не знаю, отстаивайте свои права. Ну, у меня всё. Хорошего дня всем. В таком случае, дорогие друзья, хотелось бы сделать небольшое объявление. У кого есть возможность, по возможности максимально, у нас здесь есть коробочка для сбора средств. После митинга, пожалуйста, кто может, подходите. По возможности денежку можете в эту коробочку положить на благие цели. Спасибо за внимание. А сейчас на сцену приглашается депутат по муниципальному округу Литейный Сергей Трожин. Добрый день, добрый день, уважаемые петербургцы, уважаемые жители. Вот солнце светит с Литейного округа и освещает нас здесь всех. Но, к сожалению, нас так мало. Так мало нас пришло. Сейчас я ехал в метро до площади Ленина, и многие люди, я слышал, сильно эти разговоры говорили об этом повышении тарифов, говорили, что это недопустимо, говорили, что это плохо. Но сколько мало людей сюда пришло. Мы, к сожалению, проглотили пенсионную реформу. Похоже, к сожалению, мы проглотим и повышение тарифов. Видимо, людям это не так важно оказывается. То есть им важно, но они не готовы ничего делать для этого. Они не готовы протестовать. И потом на паперте готовы стоять с протянутой рукой. Вот это недопустимо. Нам надо вместе делать не только общественный протест. Нам надо, конечно, как в этом году прошедшие муниципальные выборы привели в центр города оппозиционных муниципалов. В Литейном округе от партии Явлока избралось 11 депутатов из 20. Во Владимирском 12 из 20. В Смолнинском много. И мы начинаем уже менять ситуацию. И нас за это ненавидят. Вот мы прекрасно смотрим. Мы говорим, надо идти по европейскому пути. Конечно. В Таллине, потому что бесплатный транспорт. Вы представляете? В Таллине бесплатный транспорт. И во многих других городах Эстонии и других странах. По этому пути надо идти. Это совершенно очевидно. Ведь никогда. Они нам говорят, почему надо повышать тарифы. Обосновывают это тем, что транспорт становится нерентабельным. Конечно. Общественный транспорт никогда не может быть рентабельным. Потому что он для людей. И вот сейчас мы в Литейном округе разработали потрясающий проект реконструкции Литейного проспекта. Значит. Когда выделенная линия будет для трамваев, для общественного транспорта, для велодорожек. И власти нашего города делают все неправильно. Ну все неправильно. Все урбанистические моменты нарушают. Надо понижать стоимость проезда. Они повышают. Надо улучшать комфортный проезд на общественном транспорте. Они его ухудшают. В итоге город забито задыхается в пробках. В итоге люди тратят свои последние деньги, чтобы проехать. И действительно у людей уже нет денег порой, чтобы доехать до какого-то другого места города. Это недопустимо. Эту ситуацию надо менять. И мы в Литейном округе пытаемся это сделать. А что благодаря этому? Они пытаются теперь нас распустить в центре города. Вот знаете ситуацию, да? В Литейном округе они сейчас три месяца говорят, что якобы мы не проводили собрание, хотя шесть собраний. И на этой основе думают нас распустить. За нашу политическую повестку. За то, что мы защищаем и поддерживаем фигурантов московского дела. За то, что мы приняли решение, что в кабинетах у нас нигде не будут везять портреты действующих политических деятелей, в том числе президента Путина. Чтобы мы снимаем со стены. Мы пять собраний провели в совете, портрета не везетела. Приходим на шестое, везет портрет Путина. Значит пытаемся его открепить. Они его не на гвоздик, они его на клей прикрепили. Мы кое-как его отодрали, конечно. Кстати, смотрите, следите. Есть такая группа ВКонтакте «Яблоко на детей». Там все эти видеозаписи есть. Поэтому мы боремся. А за это нас хотят распустить. Единственный муниципалитет в городе, который хотят распустить. Поэтому я прошу всех, и всех, где вы надо, всех муниципалитетов, поддержать нас. Чтобы мы боролись и в 2021 году, мы должны объединиться. И на выборах в законодательном собрании, чтобы оппозиция победила. И в законодательном собрании мы, конечно же, будем принимать другие законы. На благо жителей города. На то, чтобы действительно сделать общественное здание бесплатным, комфортным и удобным. Итак, вместе победим. Вы самые лучшие люди, что сюда пришли. Благодаря вам, благодаря вашей энергии. И то, что вы расскажете другим. И других в это вы влечете. Мы сможем сделать наш город лучше. Петербург. Наш город. Я уверен, что мы победим. Давайте вместе бороться за наш город. Наш город. Это 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 наш город. И литейный округ. Защитим все литейный округ. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сейчас я объявлю. На сцену приглашается экс-губернатор Камчатского края, секретарь Центрального комитета по идеологии Коммунистической партии Коммунисты России, Машковцев Михаил Борисович. Поприветствуем. Спасибо. Товарищи, ну, все уже замерзли, уже почти все разошлись. В общем-то, у нас такие, получается, внутренние посиделки. Сами друг друга уговариваем и говорим другую то, что каждый сам знает. Ну, раз уж собрались и кто-то еще остался, я очень коротко и только по существу. Мы сегодня обслуживаем две главные темы, хотя расползлись, опять же, у меня осталось еще только о фигурном катании вчера, чтобы поговорить, и будет совсем уже здорово. Но я все-таки, две главные темы, ради которых собирались. И эти темы имеют очень разные сущности. Первое. Отмена маршрутных такси, маршруток. Это просто работа чиновников Смольного в интересах крупного капитала, крупных предпринимателей и владельцев транспортных компаний. Это не только удар по большинству рядовых жителей Петербурга. Это бьют даже на отмашь и по мелким и средним предпринимателям. Потому что крупные вооружуи хорошо заработают на этом. Ну, и абсолютно уверен, с теми, кто такое решение примет, хорошо поделятся. Все будут довольны. Кроме, конечно, граждан, которым теперь придется по километру ходить пешком. Потому что проблема-то еще и в том, что большие автобусы, которыми хотят заменить микрики, они просто не пройдут по тем улицам, где маршрутки ходят. Придется километра полтора идти до главных улиц людям. Это вот одна тема. И что делать? Бессмысленно этим чиновникам писать челобитные, жаловаться на них губернатору, президенту, прокурору. Бессмысленно. За это уже за все уклашено. Что делать? Учиться у французов. Вот давайте учиться у французов, тогда у нас что-то получится. Вы не согласны! Вот примерно да. Так. Ну, а вторая тема – это повышение транспортного тарифа. Вот тут сущность совершенно другая. Ребята, это капитализм. У капитализма такая задача, такой принцип. Повышать цены непрерывно на все, пока люди могут платить. Как только появилась лишняя категория, ее надо отобрать. И эту сущность капитализма не изменить. Можно только капитализм убрать. Но, скажу очень неприятную вещь для многих, капитализм мы выбрали сами. 12 июня 1990 года 80% граждан России проголосовало за капитализм и за его представителя Ельцина. Поэтому бессмысленно говорить, давайте заменим одних начальников в другие. Давайте заменим Беглова на Смыглова, Медведева на Волкова и так далее. Капиталисты пока будут у власти, какие бы у них ни были фамилии, ничего не изменится. Нужно менять капитализм на социализм. То есть к власти должны прийти социалисты по объявлению. Давайте по повестке. Хватит про Путину власти, хватит про Ельц. Давай про Путина. Сурайкин работал на Путина. Еще раз говорю, вот видите, вот, молодец, попал, однако, стрелять, стрелять умеет. Молодец, товарищ. Глядишь, может, на баррикады когда-нибудь пойдет. Так вот, нужно менять капитализм на социализм. Представители и сторонников социализма, я не говорю, какой конкретно партии, приводить в власти, чтобы убрать капитализм. Другого пузик победы нет. Спасибо. Друзья, я попрошу уважительно относиться ко всем спикерам и не кидаться снежками, там, вне зависимости от того. Это Путинский человек. Он не левый. Слово имеет сказать каждый. Значит, я сейчас на сцену приглашаю муниципального депутата Виктора Майгера. Есть он? Виктора нет? Хорошо. Тогда мы приглашаем гражданского активиста Сергея Бондина. Здравствуйте, друзья. Спасибо вам всем, что пришли. Стоите здесь, поддерживайте нас. Самое главное, что я хотел сказать. Вот вы смотрите, капитальный ремонт. Я у себя в доме, председатель совета дома. Я смотрел, что делают по капитальному ремонту и сколько это стоит. То есть это несопоставимые цифры. Повышение цен на транспорт также. Несопоставимые цифры. Маршрутки. Да, кто-то считает их признаком третьего мира. Но раз они есть, раз они появились, это тоже все не просто так. Это полностью отдать все в монополию. А о чем это говорит? Это говорит о том, что все это ведет к тому, что люди, люди, которые сейчас захватили власть, они просто зарабатывают бабки. Им ничего не нужно. Им не нужны мы. Им не нужно социально ориентированное государство. Им нужны просто наши деньги. Пенсионные реформы. Это все, все к одному. И вот поймите, пока власть не будет легитимной, она никогда не будет принимать легитимные законы. Власть должна быть социально ориентированной. Власть это мы. Мы должны приходить и выбирать. И что я хочу сказать? Самое главное. Вот за все вот эти законы, за все вот эти истории, скажите спасибо тем, кто не пошел на выборы, кто пришел, проголосовал за Единую Россию, и кто собирается сделать это в 2021 году. И если мы не будем никак на это влиять, не будем работать со своими соседями, мы ничего не изменим. Мы будем собираться здесь, нас будет меньше. Да, мы будем сильнее, но ждать очень долго. Надо сегодня брать своих соседей, друзей за руки, выводить на митинги и показать, что этот город действительно наш. Это наш город. Это наш город. Здесь жить нам и нашим детям. Спасибо вам. Друзья, спасибо большое. Вы герои, что смогли выстоять столько на таком холоде. Мы сейчас завершаем наш митинг и хотели бы зачитать резолюцию. Спасибо. Да, дорогие друзья, вы все герои, потому что сегодня действительно, как говорится, не май месяц. И хотелось бы, да, прочитать резолюцию не просто митинга, а целой кампании СтопТариф. Об этом я скажу после резолюции. Теперь, пожалуйста, слушаем внимательно. Необходимо будет после резолюции, после ее прочтения, проголосовать. Мы, участники митинга СтопТариф, возмущены и выступаем против планов представительства Санкт-Петербурга по резкому поднятию стоимости проезда на общественном транспорте, повышению платы за капремонт, против транспортной реформы, которая может привести к монополизации рынка перевозок, что приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг, снижению удобства для горожан и дальнейшему повышению тарифов на перевозки. Мы считаем эти меры неоправданными и антиобщественными, направленными на обогащение узких групп выгодоприобретателей за счет петербуржцев. Отмена маршрутных такси резко ухудшит качество предоставления услуг общественного транспорта для жителей города. Мы требуем отменить готовящиеся повышения стоимости проезда на общественном транспорте, повышение платы за капремонт. И мы требуем не проводить транспортную реформу в том виде, в котором она запланирована, оптимизировать транспортную инфраструктуру, потоки общественного транспорта за счет повышения конкуренции между операторами, подрядчиками, повышения прозрачности при проведении тендеров, усиления и расширения мер контроля за работой общественного транспорта. Кто за принятие резолюции? Пожалуйста, поднимите руки. Большинство. И, дорогие друзья, хотелось бы напомнить, что Митинг Стоп Тариф это целая кампания, которая направлена на то, чтобы остановить людоедские антинародные реформы и на то, чтобы понизить статус Единой России и псевдогубернатора Александра Бедлова. Поэтому, пожалуйста, на этом все не заканчивается. Не дадим продвинуть преступникам их преступные законы, якобы реформы, и продолжаем бороться до самого конца. И у нас здесь есть коробочка по сбору денежных средств. У кого есть возможность, пожалуйста, подойдите и пожертвуйте, сколько вам не жалко, на благие цели. Спасибо всем большое, что вы пришли. Вы настоящие герои! Спасибо.